девочки всем привет рада видеть вас на нашем канале потом еще раз об этом скажу так как записываю сейчас начало видео и хочу рассказать что вообще будет в этом видео мы будем вязать вот такую большую корзину для детских игрушек зайчика значит что мы будем делать я вам покажу как связать дно используя деревянную заготовку либо сделать вязаное дно как сделать прибавки правильные чтобы рассчитать в по форме ли идеального круга чтобы потом перейти нам к стенкам значит расскажу вам 5 способов до чтобы получилась идеальная корзинка до девочки привет рада видеть вас на нашем канале материнство и вязание сегодня будем с вами вязать очень милую корзинку зайчика который идеально подойдет под детские игрушки под интерьер в детскую комнату значит будем использовать с вами деревянную заготовку но также я вам покажу как можно связать донышко сделать вязаный из трикотажной пряжи значит если мы будем вязать большую корзину для игрушек размер я укажу какой то нам понадобится основного цвета если будем вязать но да то есть с донышком который будет провязана то нам понадобится 4 моточка основного цвета и пол моточка на зайчика светленького конь цвета у меня это будет серый корзина основного цвета и в цвете пломбир будет сам зайчик используя пряжу производителя бисквит достаточно хорошая пряжа в принципе я всегда использую ссылку на поставщика пряжи я оставлю и свой промокод 5 процентов тоже оставлю в инфобоксе внизу будет все ссылки под видео если вам нужно будете вязать с заготовкой до деревянной то понадобится тогда 3 моточка основного цвета и пол моточка на зайчика так как на донышко если вязать корзину в диаметре 33 сантиметра то уходит примерно один моток вот донышко у меня это 30 сантиметров но не забываем учитывать когда мы обязываем края до переходим потом к стенкам да то есть у нас здесь отступает то примерно еще где-то полтора полтора два сантиметра да то есть нужно прибавлять вот хочу сразу сказать пять причин ровной корзинки красивой ровной с толстыми стеночками которые отлично будет держать форму не все зависит только от пряжи во первых мы берем пиа первый пунктик да как то какой мы берем крючок на один размер меньше то есть если мы вяжем корзинки допустим всех крючком номер восемь да вот допустим как я вижу то я буду использовать крюк крючок вот номер семь это первый пунктик используем крючок меньшего размера чем мы обычно вяжем для плотности нам более плотное вязание нужно для такой большой корзины второй пунктик а значит мы выбираем более плотный рисунок например как узор галочками до или в раскол как раз я корзина у нас будет связано именно таким узором третий пунктик значит а идеально правильное дно формы особенно это касается конечно же квадратных прямоугольных корзин но круглый касается тоже от этого зависит какие у нас будет стенки то есть вяжем правильной формы дно дальше корзинка пойдет у нас так как нужно вот поэтому делаем правильно прибавки все расскажу как я делаю прибавки чтобы у вас получилось красивое одно четвертый пунктик это мы будем ввязывать дополнительную нить это будет у нас сам зайчик да и это вся ниточка будет проходить во время вязания соответственно у нас будет тогда корзинка еще лучше держать форму и 5 пунктик нужно смотреть чтобы у нас не дефирм не деформировали стенки наши то что у меня было такое когда я вязала тоже большую корзину вот такую и так получилось что ближе наверно к середине у меня шло вязание прямо и чуть-чуть она потом вот так вот раз и опять прямо пошло то и желательно чтобы такого не было прислонять к уголку найти угол 90 градусов да ну любую стеночку взять да угол в стене до поставить туда и смотреть как у нас поднимаются стенки потому что высокая корзинка будет и это важно чтобы у нас ровно 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 шла наша корзина вверх так ладно давайте уже хватит разговаривать давайте приступать начинать значит повторю что я использую крючок номер семь для более плотного вязания все корзинки я начинаю с кольца амигу руми беру рабочую нить оборачиваю три пальчика делаю нахлёст вывожу ниточку потом завожу крючок под первую захватываю вторую ниточку вывожу получается петелька освобождаю колечко беру рабочую нить указательным пальчиком захватила рабочую нить сделала первый столбик без накида таких нам нужно связать всего шесть это будет 1 потом в колечко крючок захватили рабочую нить выпили захватили вывели 2 в колечко 3 в колечко 4 5 и 6 будем с вами сейчас делать бесшовное соединение тянем за наш хвостик который у нас остался затягиваем все в процессе вязания можно его потом под затягивать чтобы а потому что он будет расходиться теперь находим косички которые у нас идут сверху вот они косички заводим под первую петельку захватываем ниточку которая у нас здесь петелька оставалось выводим на изнаночную сторону делаем петельку теперь побольше распрямляем и оборачиваем этой петелькой наш кружок обернули чтобы хвостик туда не попал я вывела и теперь затягиваем получается у нас узелковым методом мы соединяем делаем такое соединение они будут шва не с этой стороны не с лицевой и с изнаночной очень удачное соединение мне она нравится я сейчас его практически везде использую теперь сдвигаемся немножко правее от нашего узелка вот здесь у нас идут такие листочки до лепесточки мы в этот листочек вставляем крючок захватываем рабочую нить выводим и делаем первый столбик без накида 2 ряда сделали первый столбик без накида будем сейчас сделать удвоение в каждой делать по два столбика без накида в конце сделаем здесь удвоение поэтому идем дальше тоже в серединку вставляем крючок и смотрим чтобы здесь у нас тоже вышла в серединке с одной стороны была ножка и с другой стороны ножка захватили рабочую нить вывели делаем столбик и еще раз в эту же в этот лепесточек до в серединку вводим захватили рабочую нить вывели захватили вывели следующий то так же самое делаем прибавки и и и у нас здесь серединка расходится мы тянем за наш хвостик затягиваем серединку и вот здесь вот мы провязали одну нам еще нужно провязать в конце второй столбик без накида сюда же провязываем теперь освобождаем нашу петельку также сама делаем соединение вводим под первую косичку который вверху идут вводим набрасываем на крючок выводим на изнаночную часть и оборачиваем наш кружок обернули опять узелковым методом соединили затягиваем все узелок сделали вот опять смещаемся правее вставляем крючок здесь смотрите у нас будет всегда здесь начале одна ножка это ничего страшного дальше будем делать в раскол у вас должен должно раскалываться и с одной стороны быть ножкой с другой берем рабочую ниточку выводим на лицевую часть захватываем и делаем первый столбик 3 ряда как будем здесь делать прибавки сейчас точнее в конце да когда мы провяжем мне кажется просто так поровнее поэтому сюда так дело здесь будет два столбика здесь 121 21 то есть прибавка без прибавки прибавка без прибавки таким образом мы вяжем до конца здесь будет прибавка только в конце мы ее сделаем дальше без прибавки дальше прибавка без прибавки почему я всегда так на палец делаю ниточку просто потому чтобы все петельки были с лицевой стороной вот поэтому ниточка тогда перекручивается правда но визуально мне больше нравится когда вот таким образом полотно строится а вот поэтому я всегда нить поправляю на пальчик накидываю изнаночной стороной вот здесь вот да на рабу рабочую нить на указательный палец чтобы вот здесь вот будем прибавку до делать мы смотрим что в раскол до не забываем захватываем получается мы сейчас изнаночную сторону да вот так и получается что у нас выходит с вами лицевая часть вот на нашу лицу да так скажем вот просто все петельки будут ровны если захватывать допустим вот таким образом до лицевую часть то она будет изнаночной до стороной мне просто так не нравится поэтому я так вижу вот в принципе здесь ничего страшного нет поэтому изнаночную сторону я кладу на указательный пальчик вот может быть кто-то тоже так захочет вязать и вот у меня получатся все петельки они лицевые когда перекручивается ниточка я затягиваю крючок и вот таким вот образом да вот она потом раскручивается вот и вяжем дальше смотрите как вам больше нравится поэтому вот этой стороной я то кладу так прибавку сделали дальше один столбик 2 2 1 2 подходим к соединению да здесь один провязываем и здесь мы провяжем в конце да вот где уже один у есть столбик сейчас мы его провяжем вот провязали раз два три сейчас на четвертый ряд переходим тоже таким же образом под первую косичку вводим крючок захватываем выводим на изнаночную сторону и узелковым методом просто накидываем на кругляшок наш смотрим чтобы хвостик не попадал и затягиваем вот узелок у нас сейчас опять смещаемся правее вставляем крючок в серединку накидываем на крючок ниточку рабочую опять и делаем первый столбик без накида уже четвертого ряда как мы делаем прибавки прибавки в по правилам круга нас существует разные конечно схемы да кто как вяжет когда у нас идет вот такой вот круг там для корзин я использую всегда метод а такой когда после прибавок идет прибавка после прибавки сразу прибавка то есть смотрите здесь у нас была прибавка мы вяжем 11 сюда 2 да так как здесь одиночный столбик после прибавок сразу делаем два столбика и у нас получается мы вяжем этот ряд одиночный одиночный прибавка одиночной одиночной прибавка 2 прибавка 2 прибавка 2 2 одиночных прибавка да то есть в один час прибавку вот то есть надо прибавками здесь прибавки я не делаю только после одиночный одиночный здесь прибавка 1 2 и таким образом вяжем до конца до 1 1 2 1 1 2 таким образом дальше точно также вяжем схему круга я оставлю сейчас посмотрите ну в принципе здесь потеряться особо невозможно в общем после прибавки сразу прибавку делайте в следующем ряду получается у вас будет если у нас вообще в каждом ряду так как мы начинаем с 6 петель до столбиков без накида у нас каждом ряду должно прибавиться 6 то есть смотрите здесь 6 дальше 12 потом 18 потом 24 и соответственно плюс 6 плюс 6 плюс 6 будет вот значит здесь у нас было в первой ряду 6 дальше все прибавки потом идет прибавка одиночный прибавка до дальше 2 одиночных прибавка следующем ряду будет три одиночных прибавка в следующем 4 одиночных прибавка в следующем 5 и пошло вот так схему посмотрите но в принципе я думаю принцип понятен вот сейчас я вам покажу как вы потом когда свяжите если будете вязать до без заготовки когда свяжите свой круг вам нужно будет его отпарить до через тряпочку приложить мокрую тряпочку пройтись утюжком пропарить все петельки выровняться форма станет еще более ровная вот и дать высохнуть до полного высыхания примерно на сутки и потом вам нужно будет перейти к стенкам как переходить к стенкам значит вы вот получается у вас сейчас я распущу этот ряд вот вы допустим довязали до последний ряд свой спрятали вот этот кончик в ближайшие петельки просто завели да и вот таким вот образом да вот таким просто прячем выводим выводим я просто буду распускать поэтому не буду показывать вот просто соседние да и потом кончик если остался лишний до моего просто обрезали вот значит когда нам переходим к стенкам нам нужно с вами также сама заводим под первую косичку накидываем петельку теперь ее делаем поменьше и смотрим чтобы здесь у нас сильно большая такая петелька не было вот теперь у нас здесь идет задняя часть петли да такие черточки вот мы вводим под эту черточку это когда уже у вас высохнет донышко вы переходите к стенкам сюда вводите под заднюю часть петли захватывайте рабочую нить выводите теперь вставляете который у нас петелька была крючок здесь примерно высота будет петельки да вот это петлю которую выводите захватили рабочие нить и вывели получается у нас первый столбик на наших стенок теперь вот в эти косички которые идут мы будем вставлять крючок и захватывать вот эту заднюю часть петли и таким образом вот сюда вставляем здесь заднюю часть петли захватываем и выводим ставили заднюю часть петли тоже захватили и выводим ручками потом это все поправляем во время вязания до чтобы я обычно за столом вот так вот вижу это сейчас я на весу чтобы ближе показывать сразу стеночки выравниваем и для чего нам нужно захватывать вот еще заднюю часть петли просто для того чтобы здесь не было никаких дырочек да вот во время перехода вот поэтому таким образом вяжем с вами первый ряд вот а соединение я вам уже покажу когда буду вязать уже сейчас буду показывать как обвязать деревянное донышко до перейдем потом к первому ряду первый ряд сделаем и покажу как мы переходим от одного ряда к другому да как мы делаем соединение вот если остались вопросы пишите в комментариях я помогу вам разобраться если что-то непонятно девочки сейчас будем обвязывать донышко до использовать деревянную заготовку есть донышки более с маленьким до диаметром дырочек есть побольше вот поэтому смотрите какой крючок удобнее будет взять вам я возьму номер 6 до 6 миллиметров можно взять пятерку вот в общем смотрите чтобы вам было удобно провязывать значит сейчас мы будем обвязывать соединительными соединительным рядом нам нужно с вами от отмерить примерно 25 сантиметров до чтобы у нас кончик остался мы вставляем в отверстие до в деревянную заготовочку захватываем рабочий нить выводим теперь вот наш хвостик да здесь остается его не захватываем а захватываем рабочую нить следующую вставляем отверстие крючок вывели и в эту петельку и и немножко здесь потом подтягиваем завели крючок следующую значит и также вывели завели крючок вывели так эту потом потяните потянем и можно сразу немножко поправлять вязание вот и таким образом мы через все отверстия с вами проходим и встречаемся с вами вот здесь вот одну не провязываем а встречаемся вот в этом на этом отверстие так теперь подошли к этому месту до где мы оставили одну одно отверстие теперь берем наш хвостик до который у нас мы оставили вставляем в это отверстие нашу заготовку вывели и теперь вставляем вот в эту петельку можно крючком захватить кому как удобно так вставили здесь подтягиваем до что петельку у нас такой огромный не было примерно такого же размера как и все и нам нужно сымитировать чтобы здесь была петля для этого мы берем крючок вводим под первую косичку захватываем нашу ниточку наш хвостик и нам нужно здесь имитировать петельку до вывести соответственно мы должны вывести вот в эту середину вставляем крючок с другой стороны донышко вставили серединка наша захватили рабочую нить вывели мы переходим к обвязке наших бортиков мы сдвигаемся чуть чуть левее получается вставляем крючок в отверстие захватываем рабочую ниточку выводим захватываем рабочую ниточку делаем столбик без накида сейчас будем с вами делать прибавку и по какому принципу мы сейчас будем обязаны до столбиками без накида делая прибавки я рассчитала сделала расчет у меня получается отверстие 73 вот соответственно до идеального круга идеальный круг это восемьдесят четыре петли должно получиться поэтому мне не хватает 11 прибавок вот что я сделала я 73 от него 11 до это получается 62 и поделила на один получается у меня должно быть пять между удвоениями столбиков без накида до и 6 столбиков в остатке то есть потом у нас останется 6 столбиков вот как рассчитывать я выпишу вот здесь вот на экране распишу как можно посчитать вот все зависит от того сколько у вас отверстий вот если бы у вас было бы допустим 70 до отверстий то соответственно нужно было оставлять 4 столбика и у вас бы все сошлось не было бы остаточных вот можно это все высчитать если какие-то трудности возникают до при подсчете можете написать комментарий я вам помогу посчитать вот значит соответственно сейчас мы делаем прибавку еще раз сюда вводим крючок захватываем рабочую нить выводим сделали и теперь идем 5 столбиков без накида одиночных 1 2 3 3 4 5 и делаем здесь удвоение 1 и сюда же второй столбик без накида 2 вот и таким образом дальше опять раз два три 4 5 сделали одиночных прибавка 5 одиночных прибавка и встречаемся с вами опять на том же месте до где мы не провязываем одну одну петельку вот соответственно здесь у нас будет уже 6 остаточных петель останется так что идем до конца вяжем по такому принципу так вот мы дошли осталось остался у нас один столбик до сделать без накида до соединения нашего получается у меня всего 85 столбиков без накида это приближена к идеальному кругу до в идеальном круге должно быть где-то на 30 сантиметров 84 петли я оставляю 85 в принципе можно было где-то убавку не делать но в принципе 85 это тоже будет хорошее дно до круглая хорошая форма значит как мы провязываем последний столбик без накида вставляем крючок в отверстие захватываем рабочую нить выводим да но хватаем теперь не за рабочую нить а за наш хвостик вот захватываем наш хвостик захватили вывели так и теперь эту нить . здесь вот тянем да мы ее выводим на лицевую часть сюда вывели и теперь так же вот где у нас идут косички вот эти верхние под первую заводим вытаскиваем ее на изнаночную вот и нам нужно сделать имитацию соединения да то есть сейчас фокусируюсь вот чтобы здесь у нас также вышла петелька до чтобы здесь были такие же косички все как это сделать мы теперь с изнаночной стороны вот сюда нам нужно до вывести соответственно на мы под изнаночную сторону петли завели вот под эти черточки до под эту черточку завели крючок серединку захватили ниточку наш хвостик и вытянули вот соответственно получилось у нас вот такие вот все одинаковые косички теперь нам нужно спрятать наш хвостик да вот этот который у нас остался мы по ближайшим протягиваем то есть в принципе как обычно мы прячем хвостики да мы вот таким образом протягиваем и прячем наш хвостик вот протягиваем протягиваем потом можно обрезать то теперь нам нужно перейти к стенкам переходим к стенкам примерно по такому же принципу как и если бы вы делали вязаное дно значит вставляем вот в косичку крючок и захватываем вот эту черточку да вот это вот эти у нас черточки которые идут задняя часть петли мы захватываем берем рабочую нить вытягиваем захватили рабочую нить вытянули получается у нас первый столбик без накида уже наших стенок и таким образом вот опять в косичку под заднюю часть петли захватываем рабочую нить выводим и таким образом мы сейчас провязываем с вами до соединения удобнее делать это не на весу как я сейчас делаю до чтобы показывать как это удобнее вот то есть вяжите до за столом у вас донышко лежит и вы сразу свои стеночки рук руками поправляете и таким образом обвязывайте до соединения по такому же принципу вот и тем самым ручками сразу формируем до нашей стеночки чтобы они хорошо лежали вот встречаемся с вами на соединение дошли мы до соединения теперь мы вводим под первую косичку крючок захватываем петельку выводим наизнанку делаем ее поменьше теперь вставляем крючок вот в этот столбик до получается вот на пересечении да вот здесь вот мы соединили да и вот сюда сразу же вставляем крючок посерединке до чтобы расколоть с одной стороны с другой нанизываем эту петелькой нанизываем эту петельку на крючок еще подтягиваем берем рабочую нить вытягиваем ее на лицевую часть теперь берем рабочую нить и делаем столбик второго ряда теперь будем вязать галочками в раскол то есть будем вводить крючок в серединку смотреть чтобы она раскалывала с другой стороны до было от с одной стороны ножка с другой захватывать рабочую нить и вяжем столбиками без накида вот таким образом у нас здесь будет всегда соединение и рисунок примерно мы будем располагать по другую сторону да то что здесь у нас примерно ручки по значит как можно рассчитать как нам найти вот эту серединку до чтобы ориентироваться не тогда провести рукой ну в принципе визуально можно до посмотреть где на где у нас середина рисунка будет сейчас я поставлю фотографию схема нашего зайчика а вы можете остановить видео сделать себе скриншот да и по нему будем потом вязать будем уже вводить ниточку другого цвета да в свете пломбир будет зайчик и соответственно дальше уже ввязывать нить это еще одного цвета до дополнительная нить у нас пойдет по всей корзине до во время всего вязания значит первый ряд у нас будет 6 петелек 6 столбиков без накида в цвете в свет светленьком цвете да в цвете пломбир соответственно вот здесь вот у нас будет 6 вот этих петель да то есть у меня всего здесь 85 петель то есть я вижу с одной стороны 40 здесь потом 6 и с другой стороны будет 39 то есть мы все количество которые здесь столбиков без накида отнимаем 6 петель да и делим на 2 сколько получается с одной стороны потом вот эти шесть и с другой стороны таким образом сейчас я уже подошла к тому месту где мне осталось последнюю петельку провязать перед тем моментом когда буду вводить новый цвет и каким образом я провязываю его делаю столбик так как обычно но уже ввожу другой цвет уже буду вводить сейчас цвет пломбир сразу захватили и сюда вывели эту петельку мы потом подтягиваем вот и этот хвостик тоже подкладываем чтобы он сразу прятался для чего я так делаю до сразу ввожу в принципе можно было столбик по-другому вводить вот смотрите я сейчас провязываю эту ниточку тоже подкладываю серую потому что она у нас дальше пойдет сейчас я делаю до столбик без накида и у нас получается вот крышечка верхушка до петли она уже будет эти пломбир и вот все получается дальнейшие до сколько нам нужно провязать 6 до столбиков они будут все с такой крышечкой а для чего ты так нужно делать но желательно да так делать когда у нас будет расти рисунок наш до над этими петельками будет тоже беленький если здесь была бы серая а дальше мы будем вот здесь захватывать а то это было бы видно вот вот этот серый цвет он бы здесь захватывался вот поэтому желательно так провязывать чтобы было достаточно аккуратно на весу показываю на весу не очень удобно вязать вот соответственно мы вот здесь вот сейчас прячу спрят прячется наши ниточки только чуть-чуть вот эту подтянуть это тоже я потом подтяну и крючком крючком сразу спрячу можно в принципе было вот этот хвостик да если вы не захватывали белый то то его можно было спрятать в другую сторону провести вот по ближайшим петелькам да если так не спрятали вот таким образом его спрятать здесь нам нужно провязать получается 6 до столбиков поэтому вяжем еще 4 у меня 5 6 и теперь я буду захватывать не белую да по что последняя а серу чтобы у нас уже следующий столбик был с крышечкой серого цвета вот таким образом вот так вот и дальше получается мы просто подкладываем нить белую потому что она у нас будет идти все время во время вязания это будет наша дополнительная нить когда нужно будет выводить будем ее выводить до по рисунку вот и соответственно сейчас идем дальше и подкладываем вот эту белую нить вот таким образом вяжем и встречаемся с вами вот здесь вот на соединение получается мы подошли уже к соединению да вот здесь у нас соединение теперь вводим под вот здесь вот у нас идут косички да вот первую косичку вводим крючок захватываем нашу нить петельку эту выводим сюда на изнаночную часть теперь вот в эту в этот столбик до в серединку вот получается и соединение здесь да и сразу в этот столбик вводим крючок в серединку нанизываем петельку да в принципе как прошлый раз делали теперь нашу ниточку дополнительную вверх выводим захватываем рабочую нить и выводим ее на лицевую часть вывели захватили рабочую нить вывели получается у нас столбик 3 ряда уже вот и дальше вяжем также как и вязали до столбиками без накида подкладываем нашу ниточку дополнительно и идем с вами до того момента да где у нас вводим сам рисунок да у нас будет вот и будем вязать до столбик то здесь было 6 потом будем вязать 8 то здесь уже будем провязывать в белом цвете вот в этом ряду вот поэтому и не забываем еще поправлять наши стеночки до выравнивать их сразу во время вязания вот чтобы все шло как нужно то есть во время вязания все поправляем вот значит идем с вами встречаемся вот когда будем провязывать уже в цвете пломбир до белом цвете нашего зайчика так теперь нам нужно провязывать да вот где вот здесь вот серенькая у нас здесь будет уже в следующем ряду белый до цвет соответственно вот здесь вот тоже до зайчик увеличивается вяжем потому что по схеме до как у нас зайчик идет и значит мне нужно еще мне нужно провязать сейчас последнюю петельку еще в сером цвете да я беру серый цвет и также как прошлый раз до захватываю белый до чтобы у меня крышечка была беленькая петельки следующие да потому что она будет у меня белая захватываю уже белый цвет до а серый у нас уже как дополнительно идет вовре во время того как мы вяжем все и в принципе точно так же сейчас серо у нас там идет можно ее подтягивать да это же то же самое с нитью белого цвета до когда мы вяжем можно ее из-за она там видим что она немножко расслабилась где-то захватилась допустим да мы ее подтягиваем вот здесь вот мы еще вяжем белую до 8 столбиков доделаем и захватываем серую ниточку чтобы верхушечка у нас была сейчас вам уже провязывать все в сером цвете чтобы верхушечка у нас была вот здесь вот вот у этой петли серенькая здесь вот сейчас вот я подтяну ниточку дам чтобы не было таких заломов и все теперь дальше вяжем основным цветом подкладывая нить белого цвета вот и идем с вами до соединения я еще раз покажу как сделать соединение встречаемся с вами тогда вот здесь мы подошли опять к соединению до соединение делаем точно так же под первую косичку заводим крючок накидываем выводим на изнаночную часть теперь вставляем крючок в серединку нанизываем петельку затягиваем сверху кладем дополнительную нить нашу до беленькую захватываем выводим на лицевую часть если серединка вылезла ничего страшного мы ее чуть-чуть вот так вот замаскируем теперь берем рабочую нить захватили и сделали столбик четвертого ряда и дальше идем точно также ниточку дополнительно у нас вот здесь вот идет вот и таким образом вяжем дальше когда вы дойдете до рисунка смотрите схему да в принципе я думаю все понятно да принцип основной понятен вот соответственно вяжем вот так вот зайчика нашего беленького и напишу вам сколько рядов мы провязываем до того момента как делать ручки и встречаемся с вами как раз на соединение да вот последнего ряда когда мы уже начнем вязать ручки девочки хочу сейчас показать как соединить нить когда закончилась от матка что присоединить нить от другого матка то есть можно тремя способами способами воспользоваться то есть первый это мы просто также делаем до столбик захватываем ниточку уже от следующего матка до протягиваем захватываем рабочую нить и вяжем дальше и вот получается наши хвостики мы продеваем как обычно до ближайшие их просто прячем эту ниточку можно одну туда спрятать одну подложить и тем самым когда вы вязать ее в вяжем в вязание вот то есть можно так сделать нам просто ввести можно воспользоваться липучкой да она есть у производителя пряжи бисквит вот на сайте можно посмотреть работает она как двухсторонний скотч вот здесь вот клейкая лента мы берем клеем с этой стороны вот верхнюю часть снимаем да и вот так вот одна на другую кладем все склеиваем и все у нас ниточка будет склеенная и можно дальше вязать это вот с помощью липучки и можно взять иголку с ниткой взять иголку с ниткой в принципе каким образом сделать одну ниточку берем которая закончилась которые с нового мотка лицевой стороной и ту и ту лицевой друг дружки прислоняем выправляем и делаем такой диагональный шовчик вот так вот вот такой шовчик сделано примерно здесь обрезали вот получается ниточку на сворачивается да и достаточно аккуратно получается поэтому все нитки соединили движемся дальше мы провязали нашего зайчика до последний ряд мы сделали в сером цвете также нить закрепляли до дополнительную подкладывали можно еще вот сколько осталось еще подкладывать нить можно здесь уже обрезать нить можно чуть-чуть еще провязать значит как мы будем делать сейчас ручки значит вот здесь вот у нас рисунок здесь вот здесь рисунок соответственно вот здесь и здесь нам нужно сделать ручки здесь будет располагаться ручка я взяла маркер можно взять остатки от пряжи вот здесь вот закрепить вместо маркера если его нет соответственно я буду делать ручку шириной 9 столбиков вот здесь вот у меня 9 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот здесь закрепила маркеры с этой стороны нам нужно сделать тоже ручку как ее рассчитать чтобы они были симметрично что мы сейчас вот считаем сколько вот от этой петли у нас от этого столбика вот до этого столбика сколько петель меня получилось что здесь у меня 75 столбиков вот от этой до этой 75 соответственно 75 я отнимаю 9 дата как у нас 9 ширина до 9 столбиков получается у меня 75 минус 9 66 столбиков и делим это количество на 2 получается 33 петли соответственно мы считаем от этого маркера до его защиты считаем и считаем чтобы вот до сюда меня будет 33 петли соответственно дальше 9 столбиков и от этого маркера до этого тоже 33 петли соответственно нас вот и получается 66 значит мы рассчитали все наметили вот как раз получается вот так вот наши ручки симметрично будет располагаться и вяжем также столбиками без накида вот до этой ручки идем дальше саму ручку провязывать пришли до этого места до где будем провязывать где у нас стоит уже маркер провязали столбик без накида теперь делаем 11 воздушных петель можно сделать больше тогда у вас ручка будет больше возвышаться над корзиной раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 провязали и вот где у нас стоит маркер до следующий делаем столбик без накида сделали и таким образом теперь до следующего маркера идем провязываем и также сама сделаем столбик и набираем цепочку воздушных петель встречаемся на следующем ряду я покажу как дальше мы будем вязать ручку следующий ряд вяжем в нашу косичку воздушных петель провязываем столбики без накида тогда у нас было с вами 11 воздушных петель соответственно сейчас будет 11 столбиков без накида вот в каждую косичку вводим крючок и делаем столбики без накида провязали 11 и сюда делаем столбик все как обычно сделали и идем дальше до следующей ручки другую ручку мы также сама делаем столбики вот чтобы у нас получилась вот такая ручка и встречаемся в третьем ряду по ручке покажу дальше что с ней делаем значит следующий ряд до последний 3 нам нужно провязать вот такими столбиками с простяжкой вот такая ручка у нас должна получиться сейчас покажу как это можно сделать значит вот мы дошли с вами сделали столбик и теперь будем с вами вставлять крючок не в сам столбик до серединку а будем вниз до под ручку вводить и старайтесь захватывать вот изнаночную часть нашей ниточки ее вытягивать вытянули до расстояния вот как ручка до повыше захватили рабочую нить и протянули вот и стараемся чтобы здесь у нас были вот как я сказала лицевая часть до чтобы аккуратненько и здесь вот таких столбиков можем сделать больше главное чтобы ручка у нас была закрыта вот значит до расстояния вот так вот вытянули и делаем столбик вот немножко поправляем сразу здесь у меня в той ручка мне получилось 12 столбиков можно сделать 13 до можно может быть так и 11 у вас получится столбиков немножко сразу поправляем чтоб ручка аккуратно ложилась значит захватываю изнаночной стороной вытягиваю делаю столбик вот и таким образом мы провязываем нашу ручку полностью раз два три четыре получилось вот дошли мы до столбика да здесь провязываем и сейчас будем расправлять нашу ручку берем крючок желательно меньшего размера и вот под эти петельки вставляем крючок и вот так вот таким образом разравниваем наши пятерки нашу ручку все поправляем если где-то попала до изнаночная сторона можно выправить выправляем вот здесь так же само поправляем опять вставляем так крючок и разравниваем по всей ручке так проходим вот у меня еще одна тоже ее поправили так все столбики с протяжкой мы сделали там такая ручка готова теперь вы вяжете проходите до вяжите вторую такую ручку и встречаемся с вами вот здесь вот на соединение девочки почти заканчиваем значит остался нам тамбурный шов сделать и все сделать завершение и хвостик да все давайте делаем ручку еще и здесь вот с вами на соединение встречаемся дошли мужик стык куда наши ручки мы сделали вот такие ручки значит дальше нам нужно сделать обвязку тамбурный шов сделать значит мы вставляем под первую косичку крючок захватываем рабочую нить и сразу в эту петельку выводим опять под косичку вывели под косичку вывели и стараемся натяжение примерно одинаковая держать и таким образом мы идем с вами до конца то есть и ручки мы тоже захватываем и встречаемся с вами на соединение вот здесь будем делать завершение значит мы дошли с вами до соединения да вот у нас петелька следующая уже бы мы делали соединение да то есть мы сейчас обрезаем ниточку вытягиваем а теперь имитируем петлю до мы заводим раз-два вот под эту петелечку захватываем и вывести нам нужно будет вот чтобы здесь у нас была петелька да мы вставляем крючок вот сюда серединку захватываем рабочую нить выводим немножко расправляем а теперь нам нужно здесь тоже имитацию петельки сделать заводим под вот вверху у нас петельки туда завели под петельку вывели на лицевую часть и здесь тоже самое данным нужно сделать вот но вывести мы должны наизнанку соответственно мы захватываем заднюю часть петли да вот эти черточки в черточку завели и в серединку до ставили крючок захватили рабочую нить и вывели на изнаночную сторону соответственно вот здесь у нас и не видно где у нас заканчивается ней даже принципе все аккуратно сделали теперь нам нужно эту ниточку спрятать как обычно до прячем нить по ближайшим мы проводим петелечка проводим все прячем можно вниз вывести как удобно вот значит все спрятали 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 а значит теперь что нам нужно сделать нам остался хвостик вот такой до сделать чтобы нам к зайчику его прикрепить да просто протянуть да в корзину чтобы у нас был хвостик у нашего зайца сейчас мастер-класс как сделать такой хвостик без использования каких-либо дополнительных материалов понадобится только пряжа ваши ручки покажет моя мама поэтому смотрим как сделать хвостик а потом нам нужно отпарить к нашу корзину как мы отпариваем корзину понадобится конюшка марля значит мы ее мочим берем утюг и хорошенечко утюжком все проходим соответственно наши петельки выравниваются если что-то нам допустим ручки здесь нужно сделать а немножко ужать да мы можем вот так вот пройтись все отпарили хорошо шовчик можно отпарить тоже он станет поменьше не такой не так видно точнее его будет вот поэтому всю корзинку хорошо отпаривайте и дайте ей высохнуть а вот в принципе все вяжем хвостик для изготовления хвостика для зайчика нам запотребуется картон ниточки ножницы карандаш и линеечка совершенно произвольно на картоне я почерчу дугу дугу возьму длиной 9 сантиметров черчу отрезочек длиной 9 сантиметров нахожу серединку четыре с половиной сантиметра и на два сантиметре к я поднимаю под углом 90 градусов фиксирую точку и соединяю вот эти две точки крайнюю и вот эту точку дугой и соответственно к другой точке провожу дугу но не обязательно использовать лекала потому что нам не нужна особая точность так сказать поэтому можно от руки все это чертить дальше хвостик у меня будет диаметром четыре сантиметра соответственно я откладываю два сантиметра по два сантиметра значит отложу здесь от этой точки два сантиметра вот от этой точки два сантиметра отложил так и вот возьму вот эти крайние точки вот точку отложил от этой точки отложила два сантиметра и от этой точки отложил два сантиметра и соединяю тоже плавненько соединяю вот эти вот точки можно немножко отредактировать тут по касательной два сантиметра точки дополнительно начертить отметить вернее вот чтобы толщина нашей полосочки была одинаковая и я вырезаю эту дугу окно 2 дугу мы будем использовать вырезанную полосочку как лекала и и обведем готовую дугу и также ее вырежем дальше я отрезаю от моточка 60 сантиметров ниточки этой ниточкой мы потом будем стягивать наш хвостик соединяю два кончика и завязываю узелочек чтобы у нас ниточка не разъезжал зафиксировал ниточка должна быть достаточно прочная если вы будете для хвостика использовать ниточку недостаточной прочности а это можно проверить потянув хорошо ниточку то можно использовать другую нить но желательно такого же цвета но более прочную дальше значит отрезанную и значит завязанную в узелочек кончики нашу веревочку я заложу между двумя картон очками но желательно чтоб хвостики были одной длины выступающие одеваю сверху зажимаю и сейчас и вот можно немножко вот так опустить чтобы не мешало и сейчас я буду на картон очки наматывать ниточку из клубочка оборотов я не знаю ну оборотов 150 я сделаю делаем 150 оборотов 150 160 равномерно сначала в одном направлении потом в другом направлении накручиваю аккуратненько и обратно я накрутила 200 оборотов и так оборотов 150 160 нужно сделать я накрутила 200 оборотов чтобы плотненький хвостик получился значит вот эти вот стягивающие ниточки у нас болтаются теперь я обрезаю нить основную и сейчас я буду по кромке обрезать ножницами но желательно вот это вот ниточки вот эти и ладошкой зажать зажать хорошо чтобы у нас ниточки не сползали и аккуратненько обрезаю разрезаю вернее не обрезаю разрезаю так обрезала потуги теперь зажимаю другой рукой и стягиваю аккуратненько вот эти вот кончики делаю раз виточек и второй раз виточек делаю и подтягиваю хорошенько нужно подтянуть стянула картоночку сейчас я уберу вот здесь вот дорезать нужно то что не срезалась сразу и картоночку я убираю так и еще раз завязать тоже можно две петелечки сделать раз пропустить и второй раз и завязать и завязать затянут значит заготовочка нашего хвостика готова теперь нам нужно подстричь то есть выровнять выступающие ниточки вот это будет основание хвостика мы его покороче сделаем я покороче подстригу основание хвостика то есть откуда веревочка выходит вот вот эту площадочку короче ну а дальше уже состригать буду выравнивать чтобы у нас хвостик принял округлую форму я хвостик подстригаю я периодически его встряхиваю ну вот собственно говоря стрижка закончена хвостику придана форма шарика вот такой пушистый замечательный хвостик готов к нашему зайчику вот вы связали хвостик да его продели я обычно прикрепляю к самому низу да что зайчик сам сидит да и внизу хвостик и вот здесь вот завязываем такой бантик да чтобы аккуратненько было вот главное что отпарили да у нас петельки под выровнялись еще стали более ровные надеюсь все получилось да что связали вместе со мной корзинку вот буду рада комментариям спасибо вам за просмотр подписывайтесь на наш канал и всего вам хорошего и творческих успехов до 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 Продолжение следует...